Пока он читал выражение, его лица лихорадочно сменяли друг друга. То он сдержанно улыбался, то хмурился. Наконец, Вольфганг посмотрел на меня каким-то затравленным взглядом. Ты что-то узнал? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Гилти Парейт. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! На секунду я чуть было снова не погрузился во тьму. Пока не почувствовал спиной что-то твёрдое, а головой мягкое. Чьи-то колени? Я закрыл глаза. С ним что-то не так? Как думаешь, Шолдрик знает? Длинная пауза. Уверен, что да. Вики тяжелели. Когда мне снова удалось их поднять, перед глазами появился кусок усыпанного звёздами неба. Что... Вагнер... Знает! Я говорил так тихо, что не слышал сам. Вопрос остался без ответа. Поехали! Нас могут снова обнаружить! Глаза закрылись, и вслед за ними уснуло моё сознание. Сперва был звук шагов. Потом я с трудом открыл глаза. Правда, сразу же зажмурился из-за яркого света, льющегося из окон. Проснулся! Я заморгал и непонимающе уставился на белоснежную форму Вагнера. Он сел на стол рядом с постелью и посмотрел на меня. Вы провалили задание! Да, похуй он. Задание? Вы о чём? Только не говори, что у тебя снова амнезия! Нет. Я всё помню, просто не сразу сообразил. Секунду. Я осторожно покачал головой, и вроде ничего не болело. Вагнер усмехнулся. Не то проверяешь, ранена нога, а не голова. Я откинул одеяло и заметил на середине бедра тугую повязку. Не беспокойся, пуля лишь оцарапала тебя. Я снова накрылся одеялом. Как долго я спал? Достаточно, чтобы заставить всех нас беспокоиться. А Руф её похоронили? Этот вопрос застрял в горле. Его горечь разливалась во рту и проникала в самое сердце. Вагнер прищурился. Всё внутри замерло в ожидании ответа. Нет, с ней всё в порядке. Серьёзных повреждений ни у кого, кроме тебя, нет. Что? Не может быть! От неожиданности я наклонился вперёд. Я вам не верю! Я видел, как ей прострелили спину! Потекла кровь! Или не кровь. Перед глазами живо нарисовалась картинка. Я зажмурился, но она никуда не делась. Тебе показалось, Оливер уже давно сдал отчёт. Поэтому я в деталях знаю, что произошло в лагере. Что он сказал? Что ты вывалился из машины во время сражения. Ещё тебе прострелили ногу. И ты потерял сознание. Ребята вернулись за тобой. Сказали, что ты бредил, пока тебя не слил в машину. Наверное, тогда-то ты увидел смерть Руб. В смысле, в ряду или во сне? Всё это рассказал Оливер. Но ведь он не мог видеть всего. Оливер был в кабине. А Руб застрелили в кузове. Значит, ему рассказала Хельга. Не думай об этом, Немо. Ты был ранен. Могло привидеться что угодно. Неправда! Я хотел подняться, но Вагнер кончиками пальцев надавил мне на плечи. Заставляя вернуться на место. Успокойся, это приказ. Ров жива и хорошо себя чувствует. Ты слишком разволновался. Это Хельга сказала, что Ров в ров не стреляли. Разумеется. Я нахмурился. Наверное, меня подводит память. Хельга очень дорожит Ров. Она не стала бы врать. Аааа! Надо будет с этим разобраться! Я глубоко вздохнул. Ров жива, и я был очень рад этому. Несмотря на то, что память подбрасывала совершенно иные воспоминания. Возможно, это странно, но... Когда Ров боролась с противником, мне показалось, что из нее вытекает что-то... Черное. Вагнер поднял брови и вдруг рассмеялся. Думаю, ты сильно ударился головой. Скорее всего, в кузове было темно и грязно. Вот тебе и виделись всякие нелепости. Или кровь была венозной, она темная. А ночь делает ее еще темнее. Я поджал губы. Стало неловко. Беззаботность Вагнера все больше заставляла меня сомневаться в собственных воспоминаниях. У меня есть странный вопрос. Я слышал, как противники в лагере обсуждали вас и говорили, что вы... ...боитесь церквей. Это так? Но почему? Вагнер поднялся с места и заходил по комнате, спрятав обе руки за спиной. Раз уж ты заговорил об этом, мне тоже придется тебе отчитать. Оливер написал в отчете, что ты не подчинялся его приказам. Подслуживал, когда тебе требовалось обеспечить безопасность наших солдат. Именно из-за твоей непокорности пострадали все. А в первую очередь, ты сам. С каждой фразой голос Вагнера становился всю сердитье. От конец он был безумно зол. Вы правы. Прошу прощения. Мне в самом деле было стыдно. Я всех подвел. Из-за моего любопытства сорвалась важная миссия. Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Что касается твоего вопроса, могу на него ответить. Наши враги религиозные люди. Они, ну, почти язычники. Очень суеверные. По ним этого не скажешь. Тем не менее, так оно и есть. Я не поверил. А почему они называют вас отступниками? А это... Мы отступились от церкви. Думали, ты сам поймешь в окружении всей этой агитации. То есть, это черные отступники такие. Да, уж. Вот это да. Он обвел взглядом комнату и указал на плакаты над письменным столом. В этом тоже есть доля одержимости. Разумеется, я не озвучил свои мысли. Наша армия сильна. Поэтому противники вдохновляют своих воинов байками о нашей нечестивости. Пускают слухи. Ну, все в таком духе. Это делается с единственной целью. Разозлить солдат. Заставить их умирать ради своей выгоды. Своей выгоды? На этом закончим. Тебе еще рано вникать в детали устройства мира. Наш уговор пока в силе. Мысли рано вникать в устройство мира. Эй. Ну ладно. Командос так сказал. Я кивнул. Наконец-то Вагнер начал снимать с меня шоры. Но что будет теперь? Мы же провалили задание. Тут ты прав. Задание выполнено чертовски плохо. Получается, мы все делали зря? Я бы так не сказал. Оливер передал мне все, что вам удалось узнать. Эту информацию я отправлю дальше. Решение о нападении будут принимать в штабе. Как вы думаете, есть ли смысл нападать? Наше появление во вражеском лагере должно было сильно их насторожить. Скорее всего, так оно и случилось. Возможно, тот лагерь уже расформировали и смысла атаковать больше нет. Я опустил голову. Черт. Из хорошего. Могу отметить, что вы расстроили не только наши планы, но и их. Я слегка покачал головой. Закончим на этом, Немо. Скоро тебе придется вернуться к своим обязанностям. Не забывай наш уговор. Из-за постельного режима ты потерял много времени. Голос Вагнера стал ледяным. Он злился, и это нисколько не удивляло. Ходить ты сможешь, нога будет побаливать. Но быстро заживет. Мне придется посещать тренировки? А мне придется посещать тренировки? Да. Но я попросу... Попрошу сержанта Алиман давать тебе упражнения попроще. Я кивнул. Вагнер окинул взглядом казарму, посмотрел на меня, а потом вышел из комнаты. Оставшийся один, я осторожно проверил каждую часть тела. Все шевелилось, боли больше не было. Боли не было. По крайней мере, пока я лежал в кровати. Я стал подниматься и только тут спохватился. Листовка с моей фотографией! Судорожно оглядевшись, я не заметил ни ее, ни своих штанов, в кармане которых была спрятана бумага. Знал ли об этой листовке Вагнер? В курсе ли кто-то из отряда? Если ее обнаружат, к каким последствиям это может привести? Нас нарастала паника. Но я усилием воли ее подавил. Если она оказалась в чьих-то руках рано или поздно, я все равно об этом узнаю. Вот тогда буду думать, как поступить. Принимать решение сейчас, только себя нервировать. Я встал с кровати. На удивление, нога почти не болела. Захотелось развязать бинт и посмотреть, что с раной. Но передумал. Мало ли какую инфекцию я мог туда занести. На тумбочке лежала свежая униформа. Я переоделся и подумал о расследуемом преступлении. Пора было к нему вернуться. Необходимо продолжить расследование. Если меня не подводит память, последней уликой, которую я нашел, было объявление о наборе отряда миротворцев. Мне нужно поговорить с Вольфгангом и попробовать узнать, что его связывало с убитым генералом Бернардом Шульцем. Ух, погнали! Так, где у нас Вольф может быть? Вероятно, он даже никуда отсюда. И не уходил. Или уходил. Ой, тут Хельга. Не, Хельга, пока и сяки. Нам нужен... Блять. А, во. О, боже, я нашел. Так, вернись. Уточки, Вольф. О! Хи! Вольфганг стоял ко мне спиной. Привет. Он вздрогнул и обернулся. Кажется, в этот раз он меня узнал. Привет, Н-Немо! За этим последовало обоюдное молчание. Я заметил, как крепко он держал свой дневник. И торопливо стучал указательным пальцем по ручке. Вольфганг смотрел вправо, потом посмотрел вправо, потом влево, опустил голову, а затем поднял ее. Вероятно, наедине со мной он чувствовал себя некомфортно. У меня есть дела. Нужно многое сделать. Я посмотрел на него. Вольфганг не шевелился. Но, ам, я пошел. Подожди. Я хотел кое-что спросить. Если это не займет много времени, то спрашивай. Но я не обязан отвечать. Словно в подтверждение своих слов он закивал. Конечно. Вольфганг напрягся. Мне показалось, что у него выступили капельки пота на лбу. Ты знаешь что-нибудь о Бернарде Шульца? Я не могу ответить, пока не пойму, зачем тебе эта информация. А ну, у тебя же проблема с памятью, верно? Как ты узнал? Его глаза округлились от удивления. Он раскрыл свою книжку и начал что-то быстро туда записывать. Просто идеальный солдат для спецотряда. Не правда ли? У которого память? Проблема с памятью? Памяти нет. Он как золотая рыбка. Сказал и забыл. Срочно в спецотряд его отправлять надо. Что ты пишешь? Что ты знаешь о моей проблеме? Скажи, какие у нас отношения? Мы дружим? Мы мало общались и плохо друг друга знаем. А я... Я хорошо к тебе отношусь. Вот как. Ему ж можно напиздить всё что угодно-то. Он ещё некоторое время писал, бобня себе под нос и кивая. Наконец поднял голову и уставился на меня. Что ты хотел? Я спрашивал про Бернарда Шульца. Ты знал его? Может, что-то писал о нём? Вольфганг быстро зашоршал страницами и забегал глазами по строчкам. Я терпеливо ждал ответа. Пока он читал выражения, его лица лихорадочно сменяли друг друга. То он сдержанно улыбался, то хмурился. Наконец, Вольфганг посмотрел на меня каким-то затравленным взглядом. Ты что-то узнал? Ты не ответил на мой вопрос! Зачем тебе информация о Бернарде Шульца? Прости, у меня тоже проблема с памятью. Мы в одной лодке, бро! Я знаю! У меня амнезия. Это тоже. Я не вёл дневник, поэтому пытаюсь вернуть свои воспоминания другим способом. Изучаю прошлое. Вдруг где-то там я сам фигурировал. Ага. Вольфганг помолчал, снова что-то обдумывая. Я понял! Ты можешь тоже завести дневник. И на случай новой амнезии записывать всё, что с тобой происходит. Я глубоко вздохнул. Вольфганг неправильно меня понял. Я таки сделаю. Но видишь ли, перед этой амнезией... Я был непредусмотрителен и сейчас пытаюсь всё исправить. Думаю, информация о Бернарде Шульца мне поможет. Кто это? Ой, блядь. Генерал. Он был убит. Грибами. И травой. И ещё какими-то химикатами. Был просто в хламину убит. Вольфганг снова забегал глазами по строчкам. Такое в нашем разговоре уже случалось. Наверное, бесполезно его расспрашивать. Он в самом деле ничего не помнит. Или пиздит как дышит. Но правда ли в его дневнике нет ни одного воспоминания об убитом? А если есть, расскажет ли он мне об этом? Попробую подойти к разговору иначе. Не надо искать. Можно я спрошу о другом? Вольфганг задумался, а потом неуверенно кивнул. Как получилось, что ты страдаешь от потери памяти? Ты ничего не помнишь? Вольфганг сжался, потом выпрямился и поднял плечи. Я не всё забываю, точнее, когда... Точнее, когда забываю, то обычно почти всё, но не до конца. То есть, потеря памяти у тебя не всегда полная? Да. У меня всё записано, поэтому я храбро смотрю судьбе в лицо. А сейчас ты многое помнишь? Всё, что просчитал в дневнике. У тебя один дневник? Да, но он скоро закончится. Хотя я предусмотрел этот пункт. Я мелко пишу, ведь... Было бы неудобно носить с собой несколько дневников. А истории пишу на отдельных листах. Вольфганг говорил быстро. Ты про истории о Хельгейрух? Откуда ты знаешь? Я давал тебе почитать? Или ты тоже это заметил? Что именно? Вольфганг огляделся и одними губами прошептал. Химию. Я смотрел на него. Он на меня. Несколько секунд. Не больше. Так, когда ты говоришь, начал вести записи? Я не говорил. Вольфганг спрятал лицо за раскрытым дневником. Первая дата от 30 июля 1914 года. О, значит, я был прав относительно Первой мировой. Ну, альтернативой Первой мировой. Значит, он начал вести дневник после смерти Бернарда Шульца. А сейчас ничего об этом не помнит. Я снова задумался о фотографии с изображением Вольфганга и убитого генерала. Как же мне узнать, что их связывало? Вольфганг ничего не помнит. Знает ли его товарищи... Знает ли его товарищи об убитом что-то большее? Нельзя слишком настойчиво расспрашивать остальных, пока не вытрясу всю информацию из Вольфганга. Ну, а тогда я возвращаюсь на тот же замкнутый круг. Внезапно меня озарило. Дневник! Там скрытые секреты Вольфганга. Возможно, я смогу что-то узнать. Осталось только придумать, как его раздобыть. Хм. Можно выхватить его сейчас и скрыться. Вольфганг всё равно это забудет, а я смогу сразу раскрыть все его тайны. Или дождаться ночи, когда все в лагере уснут. Ой, давайте ночью. Надо ждать. Ночь – самое подходящее время для кража. Эти мысли заставили меня вздрогнуть. Спасибо за помощь, Вольфганг. Помощь? Да, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Мне тоже пора. Мы одновременно двинулись к двери и столкнулись плечами. Мне стало неловко. Проходи. Нет, сначала ты... Не стал спорить, я вышел из кладовой, а следом за мной выскочил Вольфганг. То и дело, оглядываясь и прижимая к себе дневник, он выбежал из казармы. Возможно, в дневнике Вольфганга есть ценная информация. Поэтому мне понадобится бумага и карандаш для записей. Океушки. С этим будем справляться, но уже в следующий раз. А сегодня заканчиваем. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»